Привет, здравствуйте. Хочу показать, как на 100% можно промыть радиатор печки. Метод чуть посложнее, но зато вы будете уверены, что радиатор абсолютно чистая, и вам не придется думать о том, что ваша печка завтра или послезавтра перестанет креть. Печка у вас будет работать исправно надолго. Как вы знаете из моих предыдущих видео, я несколько раз промывал радиатор разными методами и искал самый лучший вариант. Наконец-то я нашел ее. Итак, что я сделал. Несколько дней назад я снял радиатор печки. Как снимается на Volkswagen CC и Passat P6 я показывал в другом видео. Ссылки будут ниже. Как вы знаете, у меня был другой рабочий радиатор печки и поставили ее. Но мне было интересно, что все таки происходит внутри старого радиатора. И вскрыл. Вот так ее. Вы не поверите, что внутри происходило. Конечно, я покажу и как поступить, чтобы обновить ее тоже расскажу. Но до этого хочу порекомендовать посетить магазин Алиэкспресс и посмотреть, какие там крутые товары можно приобрести для вашего авто. Ссылки на товары тоже будут ниже в описании под этим видео. Вот посмотрите, что внутри происходит. Хочу вам сказать, что такой грязь в окисли и не знаю, что еще там, промыть простым методом никак невозможно. Да, промывают ребята и температура в салоне возрастает. И это хорошо. Но если радиатор в таком состоянии, даже такая промывка не поможет. Если поможет, откроется всего несколько сотый, а остальные останутся так и закрытие. Конечно, лучше заменить и поставить новый радиатор. Но иногда бывает, что на данный модель автомобиля невозможно купить и достать новый. Чтобы полностью освободиться от таких саложей и обновить ваш радиатор, что нужно вам сделать. Заливаем в нем, например, лимонную кислоту или белизну. Вот так. Оставляем ее в таком состоянии несколько часов, чтобы кислоту дать поработать и смягчить эту грязь. Потом промываем. Достаем вот такие тонкие штыри. Я их вынул из стеклоочистителей. Чтобы случайно не проткнуть и не повредить соты, закругляем головки вот так. Потом по одному с помощью этих штыр штыр чистим осторожно, чтобы не повредить какое-то отверстие. Некоторые отверстия трудно почистить, а некоторые легко. После этого снова внутрь радиатора заливаем лимонную кислоту или можно даже туда кока-колу залить. Кока-кола, как мы знаем, хорошо смягчает рщавчину, окисли и прочие затвердившие налеты. Оставляем несколько часов и потом хорошо промываем с помощью керлгера. И, наконец, обратно припаиваем крышу алюминиевой сваркой. После всего этого обязательно проверяем на герметичность наш радиатор. Например, вот так. И если все в порядке, обратно вставим ее в своем месте. Та метода чуть посложнее, но зато стопроцентной гарантией. Если это видео кому-то было полезно, пожалуйста, ставьте лайк и несите Ваш вклад в продвижение нашего канала. Спасибо. Спасибо. Спасибо.